На этой неделе календарь предлагает отличный повод для праздника. 14 октября покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник появился в 910 году в Константинополе. В городе был храм, где хранились головной убор и пояс Богородицы. Ночью, когда осаженные горожане молились о спасении, местному юродивому Андрею Константинопольскому пришло видение. Богородица сняла со своей головы покрывало и распростерла над народом. После этой ночной молитвы сарацины отступили. Этот факт зафиксирован. Покров ассоциировался с началом зимы и первыми морозами. На покров до обеда осень, а после обеда зима. Обычно именно в этот день выпадает и первый снег, метафорически воплощая покров праздника. Также в это время начинался сезон свадеб. Девушки, которые желали поскорее выйти замуж, приходили 14 октября в храм и, ставя свечку, совершали молитву к Параскеве Пятнице, прося помощи в замужестве. Считалось, кто первым это сделает, у того раньше исполнится мечта. После этого праздника приходит зима. Все посиделки и гуляния перемещались с улиц в дома. С полей убирали и весь урожай, на зиму делали заготовки. Жилища утеплялись, скот ставился в хлева. В древние времена в этот период женщины и девушки садились за ткачество, шитье и вышивку. Существует множество примет на покров. Если листья с кленой и березой на покров практически не опали, значит стоит ожидать суровых морозов. Сухая погода укажет на бесснежную зиму. Ну а и не скажется множеством осадков в январе. Если снега до этого дня нет, от стариков можно услышать фразу о том, что на воле будет долго медведь гулять.